приветствую друзья вы снова на моем канале цветочный лекарь обязательно подпишитесь если кто еще не подписан на моем канале вы найдете много интересного и полезного о комнатных растениях и не только сегодня мы поговорим о фикусе фикусе каучиконосном вернее о том как он перерастает себя когда вы его не стрижете не формируете крону мы снова на пересадке в гостях у моей подписчицы который попросила меня сформировать это дерево смотрите во что может превратиться ваш фикус который рос вертикальном положении если вы его не сформируете то превратится вот в такое вот зрелище которые непонятно куда и как растет конечно фикус каучиконосный в природных условиях способен расти до больших огромных размеров но не допускайте этого в домашних условиях поскольку он очень большой разлапистый весь и занимает практически все пространство в результате происходит вот такое вот зрелище согласитесь не очень красивая это вот своего рода переросток который не помещается уже никуда хозяйка мне говорит что она хотела обрезать но она побоялась что растение погибнет так что нам придется сегодня потрудиться так сказать на славу смотрите какие уже толстые стволы у этого фикуса конечно черенки из этих стволов получить мы можем но гарантий на то что они все укоренятся у меня нету поскольку стволы уже такие довольно старые как мы знаем любое растение которое уже одревеснело может и не дать корни так что посмотрим вытекает из него вот такой вот млечный сок который по сей день используют для получения каучука промышленности вот почему и это растение носит такое название фикус каучуконосный потому что из этого млечного сока в конечном итоге перерабатывают каучук смотрите обрезаем мы фикус по такому принципу чем ниже тем больше кустов если вы пожалеете и отрежете просто кончик этого фикуса вот смотрите ранее он уже обрезался но обрезали его слишком коротко слишком мало обрезали что он сделал пробудил почку одну и пошел дальше в один ствол то есть он никаких боковых веток дополнительно даже не нарастил чем ниже вы обрежете фикус тем вероятности больше что он пробудет много боковых ответвлений и будет расти него такими длинными палками а пышными кустами поскольку у нас несколько растений в горшке но основное у нас идет вот этот большой ствол нам наверное придется его еще немножко укорачивать все равно перевешивает растение в один бок и кстати если он у вас начинает тянуться к свету и расти в один бок обязательно поворачивайте растение по отношению к свету время от времени да и тогда вот такого явления как перевешивание у вас не будет в данном случае что мы видим что основной этот тяжелый довольно ствол начал тянуться к свету и в результате из-за перевешивания своего веса он начал вот так вот наклоняться что повлекло за собой наклон всего горшка всех растений в горшке не допускайте того чтобы растение заваливалась вот так вот на бок поэтому время от времени как я уже сказала поворачивайте по отношению к свету чтобы крона формировалась ровным и пушистым сейчас мы этот основной ствол еще немножко уберем не бойтесь фикус обязательно даст боковые ответвления поскольку это очень не капризное растение одно из самых полезных растений для организма человека он очень хорошо очищает воздух в помещении и очень хорошо влияет на самочувствие самого человека некоторые люди считают до сих пор что фикус впитывает себя всю негативную энергетику дома и избавляет от тревог ваших домочадцев верить в это или нет конечно дело каждого но то что он хорошо очищает воздух это чистейшая правда смотрите как мы еще укоротили вот этот млечный сок кстати нужно будет промокнуть обязательно влажной тряпочкой сок его считается довольно едки при попадании в глаз обязательно промывайте холодной водой так что осторожнее когда будете работать с этим растением вот смотрите будем сейчас мы примерно делить эти веточки на черенки вот такие вот молодые черенки и еще более свежие которые не совсем одревесневшие они без труда дают корни нам нужно будет удалить вот таких вот нижних два-три листочка смотрите сок аж прям льется перед тем как обрезать фикус кстати нужно будет не поливать растение хотя бы три-четыре сутки чтобы вот этот млечный сок еще больше не вытекал из растения и то же самое проделываем со всеми черенками нижние три-четыре листа обязательно убираем для того чтобы на местах листьев у нас образовывались корешки вот смотрите убирайте поскольку эти листья тоже будут тянуть с растения силы лишнюю влагу лучше конечно убрать по максимуму оставив три-четыре листочка ну можно вот так вот принципе оставить то же самое проделывайте с остальными черенками вот такие вот поверхностные черенки кончики прям растения они очень хорошо укореняется и дают корни в течение 1-2 месяцев но и более одревесневшие черенки мы тоже обязательно попробуем укоренить хотя выбрасывать жалко гарантия на то что они укоренятся тоже нету но стоит попробовать как говорится попытка не пытка обязательно будем сейчас промывать все это дело чистой водой поскольку весь этот сок должен стечь с этих черенков мы будем добавлять в воду корневин для быстрого укоренения и поставим прозрачную емкость с водой с добавлением этого самого корневина для тех кто не в курсе что такое корневин это препарат корнеобразования который помогает быстрее нарастить корни растению вот сколько у нас черенков получилось все это дело мы тщательно промываем в воде но сейчас я вот так вот положу черенки в воду уберу а пока буду заниматься основным своим растением придется пересадить растение то есть поменять ему грунт но горшок ему менять пока не надо этот объем вполне даже подходит для растения вот уберу черенки сторонку кстати вы наверное не раз в интернете видели что из одного листика фикуса его сажает и пытается размножить на самом деле из одного листика фикус никогда не размножается поскольку у него отсутствует точка роста то есть не откуда будет расти новым листиком хотя корни он может дать вполне даже приличные я не знаю я на своей практике такого не встречала чтобы из листика он размножался может кому-то это удавалось обязательно напишите об этом в комментариях нам будет очень интересно но далее мы пересадили это огромное растение тот же горшок просто поменяли и освежили ему грунт обрезали лишние корни сам процесс именно пересадки я не успела снять мне не удалось я думаю что справится любой цветовод будь это опытный либо новичок пересадили в свежий грунт в универсальный с добавлением разрыхлителей сменили дренажный слой так что этому растению еще расти и расти если данное видео оказалось вам полезной обязательно поставьте пальчик вверх вам не трудно мне будет очень приятно подписывайтесь если кто не подписан на канал до скорой встречи пока пока ждите от меня таких же интересных видео